Комплекс мер Также стороны все-таки пришли к выводу, что необходимо отвести тяжелое вооружение калибром 100 мм и более. Владимир Путин предлагал это сделать еще 15 января, но его украинский коллега тогда упорно не соглашался. Согласно подписанным в Минске бумагам, украинские войска должны отвести артиллерийские системы от фактической линии соприкосновения. Полченцы от той линии, которая была прописана в Минском меморандуме 19 сентября прошлого года. Таким образом, между сторонами противостояния появится коридор в 50 км. Отвод тяжелого вооружения должен завершиться в течение двух недель. Также подписанный комплекс мер предполагает вывод всех иностранных вооруженных формирований и наемников с территории Украины. Следить за исполнением всех этих договоренностей по традиции будут представители ОБСЕ. Верховная Рада должна в течение месяца официально определить границы региона, на которой распространяется закон о временном порядке местного самоуправления. Также в ближайшее время на территории ДНР и ЛНР должны быть проведены выборы глав этого самоуправления. В соответствии с соглашением, украинское правительство возобновляет контроль за государственной границей. Произойти это должно только после проведения местных выборов в Донецкой и Луганской народных республиках. Еще один немаловажный пункт. Киевские власти должны принять закон, который запрещает преследование и наказание тех, кто участвовал в конфликте на Юго-Востоке. Имеются в виду, прежде всего, представители Донецкой и Луганской народных республик. Следующий пункт. Обмен заложников. Всех на всех. Не позднее 20 февраля. Киев должен незамедлительно принять меры для восстановления на территории Донецкой и Луганской областей всех социально-экономических выплат. Жители ДНР и ЛНР, в свою очередь, должны начать оплачивать коммунальные услуги. Отдельный вопрос реформирования украинской конституции. Согласно подписанному в Минске соглашению, новый курс на децентрализацию должен предполагать особый статус Донецкой и Луганской народных республик. В частности, право на языковое определение, создание отрядов народной милиции и трансграничное сотрудничество регионов с Российской Федерацией. Также при участии местного самоуправления ДНР и ЛНР в регионе будут назначаться главы органов прокуратуры и судов. Тем временем, трехсторонняя контактная группа продолжает работать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова